Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всю Китай. Ну что же, мы продолжаем дальше сравнивать различные смартфончики. И сегодня у нас будет Huawei P20 Lite, компактный, дорогой смартфон с монобровью, а также Asus Zenfone 5 Lite, большой смартфон, у которого 4 камеры, у которого есть NFC, ну и, конечно же, процессор Snapdragon 630. Ну и, понятное дело, хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину FISHKI.U, который предоставил данные смартфончики на обзор. Так что ссылка будет в описании, а мы с вами будем сегодня сравнивать два этих прикольных смартфона. Так что поехали! Дисплей. Asus получил 6-дюймовую Full HD Plus матрицу. Huawei, естественно, тоже имеет Full HD Plus дисплей, только диагональ поменьше, 5,85 дюйма. Черный цвет действительно лучше на Asus, потому что в Huawei он какой-то серый, нежели черный. В целом дисплеи неплохие, но в Huawei матрица все же подороже. Тут и минимальная яркость ниже, и, как мне кажется, максимальная яркость буквально чуть-чуть выше. Но главное то, что белый цвет тут относительно правильный. А в Asus он чересчур холодный и под углами немного темнит. Ну и, конечно же, теряется яркость под углами. В Huawei с этим проблем нет, там все супер. А так, в целом, цветопередача у них плюс-минус одинаковая. Но после дисплея Huawei P20 Lite вам явно не захочется покупать Asus, потому что в Huawei P20 Lite дисплей обалденный. Звучание. И знаете, друзья, ни один, ни второй смартфон не выделяется из толпы вообще, потому что, по сути, у них дешевые мультимедийные динамики. Но, если сравнивать два этих смартфона, лично для меня звук немножко громче и качественнее Huawei P20 Lite. Asus буквально немножко уступает по громкости и по качеству. Но если в целом рассматривать, то что один, что второй смартфон звучит бюджетно. Звучание в наушниках нормальное, то есть они звучат плюс-минус одинаково. Также отмечу разговорные динамики, потому что они здесь громкие, качественные, в целом претензий нет. Производительность Huawei P20 Lite в качестве процессора получил Kirin 659. 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенной. Работает на восьмом андроиде с фирменной оболочкой Emotion UI. Asus по производительности будет поинтереснее. У него Snapdragon 630, 4 гигабайта оперативной памяти с 64 встроенной. Но вот работает на андроиде 7.1. Ну и, конечно же, с фирменной оболочкой от Asus Zen UI. Ну что же, если говорить о стабильности в повседневных задачах, то лучше себя показывает Huawei P20 Lite. Он работает отлично и быстро. В Asus иногда бывают мелкие глюки, ну и, конечно же, смущает старая версия андроид. А вот в играх Asus себя показывает намного лучше и просто выносит Huawei. Танки на Asus идут на высоких настройках, при этом выдавая 35-55 FPS. Все зависит от карт. На средних настройках уже получим стабильный 50-60 FPS. Так что в любые игры вы сможете спокойно играть на данном смартфоне. А вот Huawei не может похвастаться такими результатами. Все будет работать только на низких настройках. Те же танки только на низких настройках выдают там стабильный 50 FPS. В целом Huawei для игр не подходит. Ну и, конечно же, вот вам для наглядности Speed Test. Так что оценивайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оба смартфона получили разблокировку по лицу. Если в Asus это медленная функция по приколу, которой вы, по сути, не будете пользоваться, да и ночью она очень плохо работает, то в P20 Lite это очень полезная фишка, которая работает быстро, шустро и даже ночью все нормально. Сканер отпечатков пальцев тоже быстрее на Huawei, а так по стабильности они плюс-минус одинаковые. Также оба смартфона получили NFC, но помимо этого Huawei может похвастаться USB Type-C, а Asus получил полноценный лоток для SIM-карт. Автономность. Asus получил банку на 3300 мАч, а Huawei только на 3000. В целом при средней нагрузке Huawei живет один день без проблем. Asus может выжать даже полтора дня. По тестам тоже все интересно. Игры на максимальной яркости плюс Wi-Fi Asus 10% заряда уходит за 29 минут, Huawei 10% заряда уходит за 25 минут. Видео на максимальной яркости без интернета, фильм скаченный на смартфон Asus 9 часов 15 минут, Huawei 7 часов 37 минут. Камеры Asus получил аж целых 4 камеры. Основная состоит из двух модулей на 16 плюс 8 мегапикселей. И фронталка тоже двойная, но уже на 20 плюс 8 мегапикселей. Huawei P20 Lite получил основную камеру на 16 плюс 2 мегапикселя и одну фронталочку на 16 мегапикселей. Широкоугольные камеры Asus мы не будем брать во внимание, так как это просто фишка, причем бесполезная. Ну что ж, вкратце. Huawei уделывает Asus по всем фронтам. Хотя P20 Lite тоже не тянет название камерафона. Тот же Redmi Note 5 его уделывает. Asus демонстрирует темные, порой даже очень мрачные фотки. Безжизненные они какие-то получаются. Ну и конечно же цифровой шум зашкаливает. Huawei демонстрирует вполне неплохое качество. Фотки сочные, приятные. HDR режим работает более корректно. Детализация у них плюс-минус одинаковая. Все зависит от ситуации. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok